Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами Рязани и обсуждаем самые актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Сегодня у нас речь пойдет о благоустройстве в городе в части создания и поддержания в должном виде зеленых и рекреационных зон. Вместе с нами заместитель начальника управления городского планирования, пространственного развития и транспортной инфраструктуры администрации Рязани Ольга Свинцова. Ольга Николаевна, добрый вечер! Здравствуйте! Весна на этой неделе, казалось бы, полноценно вступила в свои права. Очень тепло было. Вот сейчас немножко погода испортилась, но тем не менее все мы понимаем, что по-настоящему солнечные, теплые дни не за горами. А это значит, на улицах города мы будем проводить гораздо большее количество времени. И проводить это время на улицах хочется красивых, цветущих. Какие планы у городских властей в части озеленения города, в части его цветочного оформления? К чему готовятся сейчас соответствующие службы? Да, Евгений, весна действительно не за горами. Администрация города Рязани уже непосредственно приступила к мероприятиям по организации весеннего посадочного периода. К сожалению, весна – это очень короткий посадочный период, так как лето наступает быстро. Для деревьев, которые сейчас мы сажаем, это не совсем удобный период. Поэтому мы планируем начинать посадку деревьев и кустарников где-то с 15 апреля максимум до 10 мая. Ну а там, если погода внесет свои корректировки, мы можем перейти на другие породы деревьев, на другие сорта деревьев и сажать их уже в течение лета. Но это для нас не правило, это только исключение, и это будет там, где мы не успеем сделать это в апреле, в мае. Сколько у нас деревьев планируется высадить этой весной и где? Ну, традиционно уже на протяжении 4 лет мы высаживаем в весенний посадочный период порядка 3000 деревьев и кустарников. Это примерно 30% от общего количества, которое высаживается в городе Рязани за год. Это 10-11 тысяч. Поэтому большая часть, безусловно, будет высажена у нас в осенний посадочный период. Традиционные места посадки деревьев. Наверное, жители уже привыкли к этому. В первую очередь это реновация зеленого фонда, оздоровление зеленого фонда в наших парках и скверах. Здесь будет параллельно вестись работа по удалению старовозрастного аварийного фонда и подсадка новых зеленых насаждений. Это и Центральный парк культуры и отдыха. В прошлом году это был сквер имени Маргелова, сквер 26 бакинских комиссаров. В этом году это будет Центральный парк культуры и отдыха традиционно, потому как там очень много аварийного фонда. И есть свободные территории, которые уже, ну, как бы поэтапно должны омолаживаться. Уличное озеленение весной мы не занимаемся, потому как весна, честно, ну, не совсем подходящий период для посадки на улицах. Потому как впереди жаркое лето, деревья очень сложно действительно переносят такие жаркие условия. В осень можно сажать. Поэтому уличное озеленение у нас будет осенью. Из уличного озеленения только будут, ну, как сказать, засажены выпады. Выпады на центральных улицах. В основном будет посадка весной. Это на свободных земельных участках, приближенных к дворовым территориям. То есть на протяжении трех лет мы в этом направлении плотно работаем с населением. Причем население работает как с нами напрямую, так и через советы территории. Они сейчас очень активно включаются в эту работу. Через ТОСы. Они дают нам заявки. И мы в каждом микрорайоне можем найти свободный зеленый уголок, где можно посадить и деревья, и кустарники. Ольга Николаевна, вот что касается, деревьев проговорили, а что касается цветов, какие планы на предстоящую весну? Планы у нас по поводу цветочного оформления города не претерпели коренных каких изменений за исключением одного существенного момента. Цветы – это такая штука, которым предъявляется достаточно много требований. Мы бы хотели, чтобы это была достаточно богатая колористическая гамма. Мы бы хотели, чтобы у нас цветы начинали цвести с 9 мая, когда мы празднуем наши праздники, и включительно до 1 октября, чтобы они радовали наш глаз. В то же время эксплуатирующие наши организации, муниципальные учреждения хотели, чтобы цветы легко приживались и не требовали большого ухода. На протяжении нескольких десятилетий сложилось так, что в городе в основном применяется однолетняя цветочная рассада. Это достаточно красивые цветы. Действительно, можно подобрать богатую колористику, очень красиво оформить клумбы. Но мы, начиная с прошлого года, сделали первые шаги для того, чтобы постепенно замещать однолетнюю рассаду на многолетнюю рассаду. Мы уже применяем ее и применили в прошлом году, например, в сквере на Радищево, Есенино. Это тот сквер, который был возвращен в муниципальную собственность. Там уже посажены многолетние цветы. Это разворотный круг на площади свободы. В этом году также будут применяться наряду с однолетней рассадой и многолетние. То есть постепенно, сразу мы не можем. Здесь, конечно, есть определенный экономический эффект, так как многолетние цветы, они несколько дешевле, хотя ухода требует, безусловно, большого. Цифра есть какая-то? Сколько цветов у нас будет высажено? У нас будет высажено свыше 400 тысяч единиц цветов. Не считая тех тюльпанов, которые мы уже посадили осенью и которые уже будут радовать наших горожан, ну, надеемся, к 1-9 мая. Ну, то есть практически на каждого жителя города по одному цветку. Да, на каждого жителя. А вот жители города, как они могут поучаствовать в озеленении города? Вы уже упомянули про работу с советами территории, с ТОСами. Вот на сегодняшний день можно ли еще, что называется, обращаться к вам и куда, и как? Не можно, а даже нужно обращаться в администрацию города Рязани. С этого года в администрации заработало новое управление, управление по работе с населением. С населением именно туда нужно до 15 апреля, мы очень просим, подать заявки на не только территории, но и на количество высаживаемых зеленых насаждений. Но обычно мы работаем с населением по деревьям и по кустарникам. В прошлом году жителями, именно населением у нас было посажено 3,5 тысячи единиц кустарников во дворовых территориях. Там, где у нас паркуются машины, это благоустройство детских игровых площадок, взрослых, площадок отдыха для взрослых. То есть цифра достаточно внушительная, мы не хотели бы снижать объемы, поэтому через управление по работе с населением можно подать заявку, мы ее рассмотрим. Безусловно, некоторые жители пишут, что они хотели бы туи, ели, дорогие саженцы. Ну, пока не имеется такой возможности, но дать кустарник, а также лиственные деревья широко распространенные, такая возможность есть. Я думаю, будем работать с населением именно таким образом. Ну, а я вам сейчас предлагаю поработать с населением еще по одной теме. Это тема прудов. На прошлой неделе мы снимали репортаж о пруде в Рязани, в районе Шереметьево, в Дашковой песочне. И местные жители очень хотят совместно с администрацией города поучаствовать в его расхитке. Сейчас посмотрим репортаж, а потом решим, что с этим делать. В нашу редакцию обратились жители Шереметьево-Песочни. Причиной обращения стал Шереметьевский пруд, который последние лет, наверное, 20 никто не приводил в порядок. А ведь эта природная жемчужина является поистине уникальной в своем роде. Здесь два вида уток, цапли водятся, андатры, щуки, рыба. Вон рыбак сидит. И зимой, и летом здесь рыбаки ловят рыбу. В прошлом году администрацией города была предпринята попытка привести берег пруда в должный вид. Но эффективность приложенных усилий, по мнению местных жителей, к сожалению, недостаточно. В нас, в частности, что сделали? Покосили траву того берега, с этого берега и убрали легкий мусор. На лодках проплыли, собрали бутылки, и на этом вся работа закончилась. Тяжелый мусор, типа вот машина там утоплена у нас, потом доски, всякие платформы там, от холодильников какие-то останки. Ничего этого не вывозилось и не убиралось. С другой стороны прода образовалась другая проблема, причем не шуточная. Практически на берегу стоят многоэтажки, а сами берега не закреплены. Каждую весну жители домов наблюдают из своих окон, как прибрежная грязь постепенно сползает в воду. И этот вопрос полтора года назад пытались решить городские власти. Работу выполнили в сроке, но и здесь вопросы остались. Это было хорошее начинание, но сделали не очень хорошо, потому что через год эта береговая линия, которую сделали, она снова стала обрушаться. И всего-то жители района мечтают о красивом виде из окна, чтобы было где самим погулять и ребятне побегать. И ведь никто не открещивается от ответственности. Люди готовы помогать, высаживать кустарники, устраивать субботники. Но добиться по-настоящему серьезного результата можно только в тесном взаимодействии с городскими властями. К ним и обращаются жители с предложением о совместной работе. Вот такой вот репортаж. Что с этим делать, Ольга Николаевна? Готова администрация поддержать ту инициативу, которая пришла снизу? Безусловно, администрация города готова поддержать любую инициативу, которая конструктивная. Тем более, если эта инициатива направлена на охрану окружающей среды и сохранение такого богатства. Хотя Рязань, к счастью, Рязань богата нашими водными ресурсами. 5% территории города Рязани – это водная гладь. Только в муниципальном образовании, в собственности, находится 85 прудов и обводненных карьеров. У нас в администрации уже на протяжении 5 лет достаточно успешно действует целевая программа охрана водных объектов. Туда включаются пруды, которые находятся в муниципальной собственности. К сожалению, бюджетный кодекс не позволяет иного. Но реализация этой программы позволила уже очистить порядка 20 прудов и обводненных карьеров. Выбор делался именно на тех объектах, которые находятся в жилых микрорайонах, в жилых массивах. И население имеет возможность отдохнуть от городской суеты недалеко. По-моему, как раз такой вот случай. Да, это именно такой случай. Данный пруд нам знаком. Санитарная прочистка этого пруда делалась 2 года назад. Она действительно заключалась в сборе мусора, в сборе крупногабаритных отходов, которые находятся в пределах береговой полосы пруда. Ну, это порядка 20-40-50 метров от уреза воды. Там было много свалок. К сожалению, мы констатируем такие факты. И действительно сбор случайного мусора, который плавает на поверхности, на глади воды. Очень много там древесно-кустарниковой растительности, которую мы вырубили, потому как она или аварийная, или не декоративная. Хочу сказать, что за 5 лет действия программы мы расчистили 20 прудов. Это 61 гектар территории, прилегающей к пруду, не считая водного глади. И вывезли 700 тонн бытовых отходов. То есть цифры достаточно внушительные. Такая работа проводится. Сейчас мы эти пруды уже включаем в план постепенно, чтобы они в должном состоянии были практически всегда. Но регистрируются такие факты, зачастую наблюдаются такие факты, что через год пруды опять захламляются. Я, безусловно, есть определенные как субъективные факторы, тому способствующие, это низкий уровень культуры, так и объективные факторы. Например, может быть неорганизована система сбора отходов. Но факты есть. Поэтому мы обратим внимание на этот пруд. Мы знаем даже ту проблему и занимались действительно той проблемой, как укрепление берега. Потому как эта проблема возникла неожиданно. И ее надо было срочно решать, берег укреплять, для того, чтобы обезопасить именно жилой дом и вся инфраструктура, которая находится в этом микрорайоне. Мы на остаточные деньги провели берегоукрепительные работы. В этом году, в 2014 текущем, мы возвращаемся опять на этот пруд. Мы доводим до конца берегоукрепления. И именно на этот объект деньги в бюджете города, они уже запланированы. Мы защитили этот водоем. Поэтому он прошел как бы все конкурсные наши процедуры. И летний период, благоприятный для ведения этих работ, для этих работ мы, безусловно, туда возвращаемся, все доделываем. Что касается текущих вопросов, например, мусор, твердые бытовые отходы, безусловно, работы также будут проводиться. Я думаю, что мы свяжемся или напрямую с жителями, или через старшего дома, или через наше управление с общественностью. И, безусловно, мы с ними поработаем. Поэтому такая практика, она имеется, она будет продолжена. Отлично. Но, к сожалению, у нас уже немного времени в эфире остается. Поговорить хочется о многом, но я задам все-таки один вопрос, который наверняка волнует очень многих. Появится ли у нас в этом году в Рязани новая зеленая рекреационная зона? Я знаю, что у городских властей запланировано это. Да, мы планируем. У нас развитие зеленых зон идет по нескольким направлениям. Одно из них – это благоустройство и реновация, как я уже сказала, существующих парков, скверов. Но самая сложная проблема, потому что она бюджета емкая, финансово емкая, это создание новых скверов. Опять же хочу сказать, что не обходимся без общественности. Есть положительные примеры совместно с ТОСами, с населениями, закладка сквера на улице Интернациональной. В прошлом году заложили сквер в Недостоево, там очень мало зелени. Но в этом году такие примеры будут. Это будет сквер улицы Горького-Веденского. Также план прошел, и есть уже проектные предложения определенные. А также сквер на Советской Армии в отдаленных нашем районе, можно сказать, одним из крупных районов. Он очень нужен населению, поэтому сквер появится там. Ну что же, я благодарю вас. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Ольга Свинцова, заместитель начальника городского управления, городского планирования, пространственного развития и транспортной инфраструктуры, была сегодня гостем программы «Лицом к городу». До встречи на следующей неделе.